Рождение здесь православной культуры стало очевидной еще в начале 19-го столетия, сразу после вступления Абхазии в подданство России. Однако состояние края оставалось тревожным. Горцы по-прежнему нападали на мирные поселения. Лишь после прекращения военных действий и восстановления мира России открылась возможность заняться освоением края и прочным утверждением среди населения начал русской государственности и христианского просвещения. Субтитры создавал DimaTorzok В это время русское братство Афонской горы подвергается постоянному притеснению со стороны греческого духовенства, которое стремится вытеснить с востока и со святой горы иноков других народностей, особенно славян. 1874 год был наиболее тяжелым для русской братьи Свято-Пантелеимонова монастыря. Решено было протатам, чтобы Пантелеимонов монастырь более не назывался русским. Якобы за неспособностью русских управлять монастырем, в нем игуменом всегда был грек, и чтобы игумену было предоставлено право уменьшать братью согласно его соображениям и расчетам. Тайно предполагалось перевести всех русских иноков в Малую Азию и оставить в одном из пустующих монастырей. И тогда игумен Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря отец Макарий и духовник обители отец Иероним обратились с просьбой к русскому послу в Константинополе графу Игнатьеву, чтобы он исходатайствовал право русским пантелеимоновским монахам поселиться на Кавказе и основать там новую обитель. Посол с готовностью исполнил просьбу уважаемых старцев. И в августе 1875 года афонские делегаты во главе с деятельным помощником старцев Иеронима и Макария иеромонахом Арсением направляются в Сухумский округ, чтобы подыскать место, удобное для основания монастыря. Место было выбрано в сентябре 1875 года, а уже 27 ноября последовало высочайшее распоряжение его императорского высочества об отводе 327 десятин земли. О передаче инокам развален храма апостола Симона Канонита и башни, оставшиеся от времен генуэзцев. О предоставлении братьев право рыбной ловли в реке Псырцхе об отводе 1010 строевого и такого же количества дровяного леса. Все это было закреплено за будущей обителью с наименованием ее Новоафонский Симоно-Канонитский монастырь. А живописное место в центре Абхазии стало именоваться Новым Афоном во свидетельство духовной связи этого края со Святой Афонской горой. В помощь отцу Арсению Пантелеймонов монастырь прислал искусных строителей иноков, одним из которых был иеромонах Иерон, близкий ученик афонских старцев и будущий настоятель новой обители. Первые строители расположились на берегу в старинной Генуэзской башне. На месте отведенном обители никаких иных жилых зданий не было. Местность была дикой и пустынной. Понадобилось много усилий, чтобы расчистить непроходимые заросли, срыть каменистые горы, засыпать пропасти и практически без помощи специалистов воздвигнуть на этих скалах величественные храмы, многочисленные жилые здания и хозяйственные постройки. В течение зимы 1870 года, 1875-1876 годов иноки заготовили строительные материалы и ранней весной заложили четыре каменных здания с храмом и школой для абхазских мальчиков. И уже к 1 октября монастырские здания и храм были построены. Первый храм обители был освящен в честь покрова Пресвятой Богородицы. В особом ковчеге хранились святыни, частицы древа животворящего креста и гроба Господня, частицы святых мощей великомученика Пантелеимона, Иосифа Обручника, святителей Митрофана Воронежского и Тихона Задонского. Здесь же находилась чудотворная икона Божией Матери-Избавительница, перенесенная со Старого Афона. Отец Иерон говорил, что новоафонским инокам во всех трудах помогает Пресвятая Богородица. Мало ли у нас затруднений и вопросов, мы люди не ученые. Помолишься ей, владычице, она и подскажет, что нужно. Явное ее к нам милосердие. Но для процветания новой обители ее благоустройства необходимо было получить высочайшее юридическое утверждение. И с осени 1876 года в русских правительственных сферах начинается переписка о даровании законных прав новоустроенной обители. Однако в это время среди мусульманского населения Кавказа снова вспыхивают враждебные России настроения. В случае объявления войны с Турцией следовало ожидать высадки турецких войск на открытые берега Абхазии. 29 ноября братья обители получило официальное предписание удалиться в Гелатский монастырь Кутаистской губернии и мусульман heard